Здравствуйте, дорогие друзья! С вами телеканал Моды и я, Анастасия Николаева, с рубрикой «Мода от Кутюр». Сегодня мы в гостях у известного дизайнера Павла Ерокина, основавшего марку «Доктор Е» еще в 1999 году и добившегося колоссального успеха. Бренд завоевал сердца знаменитых актеров, телеведущих, музыкантов, любителей практичной и нестандартной одежды. С 2012 года была запущена более дорогая и менее тиражная линия Павла Ерокин, которую оценили по достоинству. Одежда привлекает людей, живущих в ритме большого города, дерзких, энергичных и целеустремленных. Одежду можно приобрести в интернет-магазине по адресу lamoda.ru. Большим успехом для марки «Доктор Е» и Павла Ерокина стали показы на Russian Fashion Week и Volvo Fashion Week Moscow, о которых мы и поговорим, а также о вдохновении, стиле и дальнейших творческих планах. Добрый день, Павел! Очень рада нашей встрече на телеканале «Мода». Привет, Настя! И хочу сразу задать тебе вопрос. А почему ты решил стать модельером? Ну, это произошло случайно. Я никогда в детстве не играл в куклы, не одевал кукол в одежду. Случился кризис. Я занимался одеждой, торговлей, одеждой. Я привозил из границы, как это было тогда. Ездил в Италию, в Турцию. И был дефолт, когда доллар стал не 6 рублей, а 31. Стало невыгодно. Стало выгодно производить. Сколько лет назад это произошло? Это было в 99-м году. Я с нуля создал швейное предприятие, скажем так. А какая была твоя первоначальная цель и кто или что помогали тебе на старте? Мне никто не помогал. Помогала моя вера в успех. И собственное понимание этой работы. Потому что мне люди советовали еще тогда не занимайся ерундой, делай куртки, пиши армани, этикетки. Это будет продаваться хорошо. Я с самого начала придумал свой товарный знак. Бренд сертифицировал. Доктор Е. Доктор Е, да. Была такая марка. Она и есть у меня, собственно говоря. Одежда, которая на рынке уже 17 лет. А расскажи нам о своем бренде, о Докторе Е, а потом мы перейдем к твоей линии одежды Павла Ероки. Ну, это одежда в направлении casual, скажем так, с клубным оттенком. С клубным. Ну, я считаю так, да. Есть провокационные футболки, есть эпатажные моменты. Я вообще считаю, что одежда должна иметь свое лицо. В каждой вещи должна быть какая-то изюминка, свой почерк. Важно, когда видишь вещи и понимаешь, чьи это вещи. Смотришь на картину художника, Ван Гог, видна его кисть. Вот, мазок виден, да, или там, или Гоген, или Мане, да. Их же видно сразу. Почерк виден. Да, виден почерк. То есть твоя одежда, она направлена на молодежную аудиторию, именно Доктор Е. Или носить твои вещи может как-то... Ну, не только. Я сам ношу свою одежду, я не юноша, как бы, я хожу в том же. Я делаю одежду для себя, этого возраста, и для себя, если бы я был, ну, юным, молодым, там. В принципе, возраст – это понятие такое относительное. Главное, что в душе. Это душа, да. Как ты себя ощущаешь внутренне. Я полностью согласуюсь с тобой. А какие у тебя воспоминания о твоем первом, о самом первом показе одежды, и где он произошел? Мой самый первый показ, вообще первый показ. Да, первый. До этого не было опыта никакого показа. Он был на неделе моды в Москве. То есть... То есть сразу получилось попасть на неделю моды. На лимону в Москве. Это произошло как? Я уже работал... Это был 2006 год. Прошло 7 лет. 7 лет я уже работал в этом. Я уже, как бы, имел приличный опыт. Вот. Увидел неделю моды. Думаю, что это такое? Я ни разу не был. Надо попробовать. Да. Я пришел, я был разочарован. Вы знаете... Почему? Я смотрел один показ, второй, третий. Мне не нравилось все. Я сказал, ну, если это высокой моды, я здесь, ну, вполне смогу участвовать. Я пришел к организаторам, созвонил с ними. Вот. Они сказали, кто вы, что... Я принесся просто вещи живьем и показал свою одежду. Показал, что ты можешь купить. Они говорят, да, окей. Первый показ, да, он был, конечно, я смотрю, сейчас что-то наивное там есть, но я тогда... Это бомба была по-своему, да. И таких показов не было никогда больше. Ни у меня, ни у других я не был, когда зал стоя хлопал минут пять. Чем отличался от других? Включая Зайцева, Вячеслава, который пришел на новое имя, все стояли и хлопали. Я стоял на подиуме, не знал, что делать, растерялся. Рядом Марика стояла, в показе участвовала. Маша Красотов, дизайнер. Чем отличался от других? Какой атрибут, какая изюминка была в твоем первом показе? Ну, много креатива было. Очень много было всего. Это были необычные джинсы, необычные футболки. Тема была, общая тема, такая ретро-тема, которая объединяла весь показ. Ну, как-то... Я не могу еще говорить сам об этом, потому что у меня замыленные глаза. Да. Это нужно видеть со стороны. Сегодня мы будем смотреть как раз показ «Осень-зима» 2016-2017. И скажи, пожалуйста, похожа ли коллекция на коллекцию, которая была представлена в 2006 году? Совершенно ничего общего. Совсем другое. Ну... То есть ты решил выбрать абсолютно... Общая черта, может быть, это, ну, это не скромно, наверное, будет. Ну, наличие вещей, которых не было до тебя. Я считаю, что дизайнер обязан делать вещи, которых не делал никто. Он должен придумывать новые решения. Уникальные. Уникальные по-своему какие-то решения, которых не было до него. Иначе это не дизайнер, а стилист. Очень много дизайнеров, которые называют себя дизайнерами, но не видишь ничего нового. Ничего не видишь нового. Это очень просто, на самом деле, взять трендовые вещи, ну, немножко переделать, объединить в один цвет и выпустить коллекцию. Вот. Но это скучно для меня. Павел, какие достижения ты считаешь для себя самыми ценными, важными, запоминающимися? Профессия? Ну, то, что я стал, стал кем-то в этой области, что я не лопнул, как мыльный пузырь. Очень много имен, которые были, пропали, разорились в эти кризисы, не выдержали. Это очень трудная работа. Это очень трудная работа. Именно и создание своей марки полностью какой-то… Вы понимаете, на мне ведь не только с созданием… Я не только рисую как дизайнер, я руководитель предприятия еще. Это огромное производство, это торговля, это финансы, это кредиты, банки. Павел, то есть ты управляешь целой империей, может быть? Это громко сказано. Это предприятие. Ну, я говорю тем, что я создал с нуля, я создал рабочие места. Где медаль? У меня работают около ста человек длительное время. Я два раза в месяц, несмотря ни на что, ни на какие свои проблемы финансовые, я им всегда платил за зарплату вовремя и как бы… Павел, и сегодня мы посмотрим показ коллекции «Осень-зима» 2016-2017 под названием «Истерия по черному». Расскажи, почему такое название ты выбрал для недели мод? Ну, потому что отдельные вещи, ну, немножко кричат, орут. Вот, поэтому я делал такое название. Ну, как истеричка, внимание привлекает в себе, так эти вещи… Они кричащие. Как кричащие, да. Ну, и намеренно их их ввел, потому что, ну, ну, пусть. Вот, ну, и плюс мой врачебный опыт образования медицинской. Я 10 лет работал врачом все же. Да. Вот. И коллекция звучит как диагноз немножко. Диагноз шизофрении? Нет. Нет? Ну, истерия бывает разная. А это какая область истерии? По моде? Ну, по стилю, скажем так, да. Предлагаю еще раз окунуться в атмосферу показа и посмотреть коллекцию «Осень-зима» 2016-2017 «Истерия по черному» и рассказать более подробно о каждой детали каждой модели коллекции. Итак, начинается показ. Дизайнер Павел Ерокин. «Истерия по черному» – «Осень-зима» 2016-2017. Павел, я предлагаю рассказать более подробно о каждой модели одежды, которая представлена сейчас на позиуме, о коллекции. Во-первых, интересные моменты во время показа и, возможно, что-то личное, чем бы можно было поделиться с нашими телезрителями. Попробую. На позиуме первая модель или с юмором профессионалы говорят «открывашка». Почему именно эта модель открыла показ? И расскажи подробнее об этой модели одежды. Не зря же она первая. Ну, в принципе, в этой модели очень много общей темы показа. Это и черный цвет, и сложный крой, асимметричный силуэт и острый капюшон. Я, в принципе, взял скандинавскую тему, стиль «Нордик», который называется, который сейчас в тренде по всей Европе. Или скандинавский стиль, вы его называете иначе. Вот. Поэтому я сделал такие образы. Длинные косички в бороды, в волосы. Ну, такие жены викингов и викинги. Почему длинные косички? Ну, тебе так захотелось. Я вел в этом что-то такое эпатажное, то, что будет видно из-под капюшона. Закрытая прическа. Что-то нужно было выделить. Одна, на всех моделях одна косичка длиннее, чем другая. Ну, да. Нет асимметрии. Асимметрии, наоборот. Да, а не асимметрии. Асимметрии нет, да. И у ребят тоже такой же стиль. Каким материалам и тканям ты отдаешь предпочтение в своей коллекции? Ну, я сам люблю натуральные ткани. Это хлопок, летом лен, шерсть. Искусственные материалы вискоза. Но синтетика тоже нужна для прочности, для верхней одежды. Это неопрен, например. Очень популярный материал в этом доме. Дорогой итальянский неопрен. Он с шерстью к тому же. Очень теплый и форму держит хорошо. Поговорим вам об аксессуарах, браслеты, стельги, украшения используются ли в твоей коллекции? Используются в этой коллекции браслеты. В других луках вы увидите из натурального камня, из гальки, из обычной гальки. А жерелья будут, кулоны и браслеты. А слоганы все, которые вы видите, это слоганы из песен «Моя любимая группа Квинн». Из различных песен. Тут преобладает черный цвет в твоей коллекции. Да. Почему именно черный? Ну, мой любимый цвет. Он самый силуэтный цвет, он самый фоновый цвет, на котором можно делать все. С ним удобно комбинировать. Он строг и роскошен. И он сейчас в тренде. Какой индивидуальный почерк твоего модного бренда? Ну, наверное, креативность просто. Бывают разные тренды, меняется одежда, но... Вещи эксклюзивные, они очень интересные. Я вот, например, вижу такой второй раз. Ну, я стараюсь иметь свое лицо. Я никогда не повторяю ничем модели. Я использую какие-то силуэты, трендовые моменты какие-то, но я никогда не копирую никого. А давай поговорим об обуви. Это обувь в твоей же коллекции? Это обувь. С обувью огромные проблемы вообще. Сложно найти обувь, которая у спонсоров даже, которая, в принципе, есть. Вот, но она просто не подходит очень часто по стилю, по тематике. На этот раз я просто взял на девочек и на мальчиков, надел солдатские берцы. Модели ты выбираешь сам или тебе кто-то помогает, а обращаешься в их модельном агентстве. Ну и расскажи вообще о критериях к моделям. Что можно было участвовать в твоих показах? Рост, вес, участие знаменитых моделей в твоих показах? На определенного размера, на показ. Не конкретно на определенную модель, на определенный выход. Это рискованно. Модель может уехать, заболеть, там... Вот. Шью обычно 42-й размер женский. На размер, в который больше всего распускается. Вот, кстати, модель вот эта, видите, с кулоном идет. Да. И с кулоном, и браслетами тут. Это галька. Это галька, обычная галька, да. Очень органично смотрится с этим платьем. Это даже не платье, а каждое вот это вот платье. Как можно использовать и как платье, как накидку, как кофту. Очень много трансформеров в этой коллекции. Я там стою сейчас и переодеваю трансформер. Это вещь с длинными рукавами и с короткими рукавами. То есть можно перевернуть такой. Да. Стало жарко, переоделся там в клубе где-нибудь, одел короткие рукава. А у ребят тоже используется макияж. И это трансформер. Вот эта вот нижняя часть отстегивается, вот эта юбочка вот сейчас, видите. И превращается... В свитшот. Который можно носить с леггинсами. Да, да, да. И следующий лук, вот она снимет все это. И будет идти с леггинсами. А у ребят тоже макияж. А эти рукава можно завязать, как бы... Минимальный макияж. В данном случае в этой коллекции минимальный. А были коллекции, когда мне были очень интересны макияж. А вот эту руку, обратите внимание, вот эта вот кофточка, да? Да. А жерель, кстати, видите, с камня тоже вот у него. А какой камень? Галька. Тоже галька, да? Это вот нижняя часть отстегивается и одевается, как кофточка потом. Она будет идти в кофту. А вот девочка сняла вот эту юбочку, вот идет с леггинсами. Очень практично. То есть, одну вещь можно... Рукава тоже отстегивается. Видите, можно короче их носить. И капюшон отстегивается. Как происходил выбор декораций к показу и музыка, например? Ну, музыка... Здесь несколько песен Бьерк есть. Вот. Да, я работаю с одним и тем же диджеем. Олег Навродский. Вот. Я объясняю, что я хочу. Он ищет исходники. Мы слушаем много. Вот, исправляем, корректируем. А это башлык. Обычный казахский башлык. После фильма «Тихий дом» захотелось вставить его сюда. Да. Ну, неплохо смотрится. А то «Тихий дом» себя вдохновил. Да. Это девушка, которая шла вот с кофточкой. Вот эта, которая на молниях была на бедрах. То есть эта кофта, которая была на бедрах, она так превратилась в... Отстегнулась и оделась, да, просто удобно. А ценовая политика твоей одежды? Ну, это зависит от тиража, наверное, скажу так. Мало тиражные вещи, они дороже. Вот обратите внимание, вот эта вот вещь, видите, рюкзак спереди, который пристегивается. Да. Я читаю, это удобно. Не лезть назад. Лямки не спадают у тебя. Нужно достать все, что... Отстегнуть вообще его. Сзади можно пристегнуть, его же можно сзади слисунуть. Точно так же, да? Да, да, да. Вот колонечки с камерцей. А это платье с обязательным знаком сзади. Это как раз платье, которое сейчас на мне, с восклицательным знаком. Открытая спина и восклицательный знак очень эпатажно смотрят. Это трансформер, кстати. Линберг, который можно носить из коротких, перевертыш такой. Ну, пошла тима восклицательного знака практически на каждом. А в кофточках этот восклицательный знак. Что ты хотел тебе показать? Привлечь внимание, правильно я понимаю? Ну да, я же говорю, что коллекция немножко кричит. Ну, пусть кричит. Истерия по-черному. Да. Этот принт, кстати, сжатая бумага. Я на инстаграме разместил такое пальто. Вот. И в Пинтерсте потом увидел, как Александр Ванг, или Ванг, как вы правильно не знаете, американский дизайнер известный, приколол этот пин к себе. На свою доску. Он скопировал? Нет. Ну, не скопировал. Он... По взаимству? Обратил внимание. Ага. А будет ли он делать из этого что-то, я не знаю. Ужатая бумага принт. А это пальто? Это пальто. А из чего оно? Какой материал? Ну, сверху синтетика, непромокаемая ткань, естественно, чтобы было практично. И утеплитель. Зимой в этом пальто будет тепло? Это осенний утеплитель. Осенний. Есть и зимние вещи, из натурального пуха. Я их тоже делаю. Они делают пуховики. Да. Я использую российский гусиный пух, 90% пуха. На самом деле гусиный пух очень теплый. В нашем морозе согревает любую погоду. Его можно стирать, кстати. Настоящий пуховик можно стирать. Стирать нельзя китайские пуховики, потому что китайцы используют не пух, а молодое перо. Молодое перо они используют, на самом деле. То есть они обманывают нас. Я помню, что настоящие пуховые русские одеяла, их тоже можно стирать. И они не скапливаются по углам, а все равномерно потом. Высушивается и все отлично. Я стираю пуховики свои, которые выпускаю. Они дальше представлены. Да. Вот пуховик первый сейчас, вы видите, появился. Интересное решение. Здесь особенно капюшон такой с высокой нервной частью, видите, да? Обратите внимание. Это диаприн. Это больше осенний вариант. Да, это осенний вариант. По стилевому решению существуют три основные группы. Это одежда классического строгого стиля, одежда спортивного стиля, одежда стиля фэнтези. Какой группе ты относишься? Я подозреваю, что... Сложно мне сказать, потому что я говорю, что у меня замыленные глаза. Вот, обратите внимание. Типа, та же вещь такая. Вот эта часть отстегивается. Нужно это или нет, захотелось сделать. Это как шарф такой, ну... Нет, это на кнопочках такая штука. И на которой наклеивается на... Да. А, на горло. Да. Ну, я думаю, что я все же занимаюсь направлением, которое я бы назвал стильный кэжуал. Из-за того, чтобы носили вещи... Практично, да? Ежедневно, но чтобы они позволяли выделиться из толпы. Это платье нужно носить без белья. Черное. Да, вот это, да. Ну, многие платья в твоей коллекции можно легко одевать вечером на какое-то светское мероприятие. Они будут смотреться идеально на каблуках. Это трикотажные платья. Ну, это такой... Очень много трикотажа. Я люблю трикотаж. Он пластичный, он приятный к телу. Павел, а пользуешься ли ты своими моделями одежды сам, когда выходишь в свет, например, на тусовку, вечеринку, день рождения? Я хожу только в своей одежде. То есть, я не понимаю дизайнеров, которые говорят, которые не могут одеть себя. Я этого не понимаю. Как так? Если ты не можешь одеть себя, так ты можешь одеть других людей. Для меня это... Я не понимаю. Единственное, есть у меня несколько вещей, которые... Ну, спортивные вещи. Это клуб спортивный. Там спортивные вещи не мои. И когда появилась футболка, мы... Хотя летом товарищ, друг, данный будет... Давай меняться футболками. Им понравилась моя футболка. Ему поменялись. Вот, ведь появилась футболка другой марки. Ну, то есть, если это не твои марки, это нечаянно происходит. В основном, да. В основном... А с кем из российских дизайнеров ты друзишь, посещаешь мероприятия, выполняешь показы? Ну, мы общаемся. Времени мало, к сожалению. Саня Чапман, Даша Гауллер, Сережа Сусоев, Алина Асин. Все они замечательные люди. Даша Гауллер, кстати, очень похожий стиль, как у тебя. Тоже такой удобный, casual. Ну, я не знаю. Мне кажется, Даша занимается больше платьями все. Ну, да, девчачек. Кстати, 95 на 98% всех российских дизайнеров занимаются платьями. В основном делают платья. А чтобы делать тотал лук, как я вот, я делаю все, потому что внизу доверху. Это мало кто. Это сложно реально. В этой коллекции 65 луков. Выхода, точнее. Ну, луков, да. Это очень много. Наверное, сложно было подбирать модели все-таки, нет? Или легко это делать? Ну, это примерка. Отдельных моделей я знаю уже несколько лет, они участвуют у меня постоянно. Вот Сережа Веснин пошел вот. Во многих твоих показах участвуют звезды. Они сами просят тебя обучастие или ты им предлагаешь участвовать? Было по-разному. И просились, и я просил. Ну, я сейчас как-то спокойно к этому подношусь. Ну, звезды это для пиара больше? Только для пиара, да. Ну, чтобы написать, что звезды такая-то участвовала, пока не такого-то, да. Ну, Павел, а кто из великих культюрьер для тебя является примером для подражания? Ну, сложный вопрос. Ну, наверное, те, которые работали в революционные 60-е. Это Пьер Карден, наверное. Пьер Карден, потому что он потом и в Сен-Лоран. Там революции было. Очень много новых вещей, которых не было никогда. А из российских? Из российских? Ну, с уважением, с пиететом отношусь, конечно, к Вячеславу Михайловичу. Я так и поняла, что тебе нравится его творчество. Ну, да, конечно. Это имя. А, скажи, это спортивный костюм или... Это костюм на каждый день, комбинезон. Это костюм типа спортивного. Который можно деть на дачу. Да, с собакой погулять. Или там где угодно. Или прогуляться, наверное, вечером, осенью, на набережной Ницине, побегать. Павел, знаете, вот надо использовать местные материалы, технологии, как многие говорят. Беречь национальную особенность. А это ценно. Как ты считаешь, надо позиционировать себя как русского дизайнера или это не важно? Я считаю, это не важно. Мне что-то надоели кокошники все эти. Я не считаю нужным. Нужно быть... Нужно в ногу с мировой модой идти. Да, с мировой модой. Если раньше в советское время приветствовалось именно это, то есть народное все, потому что мы были изолированы и так далее, то сейчас я считаю, это ни к чему. А почему у ребят подведены глаза? Ну, может быть, что выразительнее было. Я намерен это сделал, потому что как раз скандинавские группы типа Расмус это делали. Да-да-да. Мне показалось, это будет интересно. Платье такое металлическое. Да. Оно немножко выбивается здесь, но более интересное. Я решил, пусть идет. Что за материал на этой модели? Вот на этой модели? Это шерсть. Сзади рюкзак, который снимается на молнии тоже. Он съемный. Башлык на голове. Ребята все прям голливудские звезды. Девчонки тоже неплохие. Пуховики тоже прошли. Павел, вот одна коллекция может быть сильная, следующая слабая, третья провальная. Это, к сожалению, случается и с известными именами. У тебя было такое? Вообще, как ты относишься к критике? Нормально к критике отношусь, если она... Если это критика, действительно. Это нормально. Здесь слушать и слушать не будешь. Но если обсуждать... Я вот работаю с маркой Доктор Е в интернет-магазине Валдберис. Валдберис. Да. И там пишут отзывы. Да. Вот. Я прочитала. Одежда продается во всех регионах. Можно писать какая-нибудь там женщина из Магаданской области, из глухого поселка, что материал такой ужасный. И такие надписи это ужасно. Я помню, я сделал юбку из неопрена, да? Из актуального там и так далее. И какая-то вот женщина из провинции написала, что вот ужасный материал, как это можно носить и прочее. Ну, она не понимает. Ну, и ладно, да. Люди разные. Вот. Она ставит там, допустим, одну звездочку. Из-за этого как бы, да? Ну, что поделаешь? Выходит последняя модель или нет? Это была последняя модель? Да. И финальный выход. Модель, которая вот закрывает показ, это треугольная коллекция. А обычно последняя модель это то, что тем, что хочется возгорбиться или неважно? Нет. Это было просто продолжение, ну, определенных решений, цветовых, скажем так, логичное продолжение. Это не было чем-то таким. И, естественно, неотъемлемой частью показа является финальный выход. Это всегда очень волнительно. Глаза разбегаются. Скоро мы увидим на сцене, как я понимаю, главного лицо этого действия. Это ты. В чем ты думал выйти, в чем все-таки вышел? Ну, я думал выйти в чем-то, типа коллекции. Из коллекции. Я вышел в футболки с логотипом этой люди, Павел Геропин. Какие эмоции тебя переполняли? Ты был сейчас... Ой, облегчение. Облегчение. Напряженное время перед показом, конечно. Вообще, вот у меня однажды даже делась такая аллегория, что коллекция – это как любовь. Вот вначале, когда думаешь о коллекции, что сделать, да, так приглядываешься, ищешь тему, вот, а потом находишь, увлекаешься этим, увлекаешься, увлекаешься, и... и кульминация показа. И потом идет такой... Это огромная работа. Не только моя, а всего нашего коллектива, замечательного моего коллектива. Павел, ты уже многого добился в российской индустрии моды. Расскажи, а что для тебя российская мода? Куда она идет? Какие перспективы? Какое развитие? Больше отрицательных или положительных черт ты видишь в российской индустрии моды? Что можешь... Ну, вижу и то, и другое. Вижу перспективу, потому что очень много талантливых молодых дизайнеров появилось. и это радует. Но вижу и... Спад определенный, потому что общий кризис, он влияет на... покупательную способность населения. И мы зависим от этого тоже. И выбирая ткани, думаешь, сколько она будет стоить. Хочется работать с очень дорогими европейскими тканями. Но каждый раз считаешь, в себе стоимость и думаешь, что купят ли у меня за эти деньги, это платье или нет. Ищешь компромиссы. Ну, закон времени. Вене времени. Вот поэтому, конечно, сейчас актуальнее работать на Западе, наверное. Павел, многие считают, что в России фэшн-бизнес это приятный лайфстайл. Собственно, бизнес такое дорогое, голамурное удовольствие и хобби. Как ты к этому относишься? Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, если раньше олигархи любовницам покупали салоны красоты, сейчас покупают бутики и мастерские, где они занимаются. Я не понимаю, почему из этой профессии создали такой фетиш. Я не знаю. Для меня это промышленный дизайн. Кресла промышленный дизайн, эти часы промышленный дизайн. Ну, все промышленный дизайн. Как ты относишься к непрофессионалам в этой области? Я непрофессионал. Я не учился нигде. Лучше бы, если я, конечно, учился. Но хуже, если человек учился, но нет таланта. Я абсолютно уверен, что, вот как если у человека нет музыкального слуха, он не может заниматься музыкой, невозможно привить музыкальный слух. Так и если у человека нет чувства композиции, это врожденное чувство. Этому научить нельзя. Я видел художников, которые знают, как расположить, знают теорию. Композицию. Они не чувствуют ее. И нужно понимать, кто идет в эту профессию. Может ли он быть в ней? Его ли это? Павел, вот, например, я затеваю какой-то модный стартап. Нахожу инвесторов. У меня есть деньги. Скажи, какой оборот будет считаться удачным в год? Ну, удачным будет оборот минус затраты. Если будет плюс, это будет удачным. Только какое-то время можно работать в минус. Ну, я не знаю. Я не знаю возможностей. Это очень трудный бизнес. Как у тебя происходит? Это очень трудный бизнес. Несколько раз у меня было, что я думал, что все. Закрываюсь, я разорен там и прочее. Всегда что-то меня как-то вот выталкивало наверх опять. Потому что были трудные времена. Дефолт один, кризис другой. Нестабильность вот эта вот наша, конечно, она... И в итоге когда ты начал зарабатывать? Я всегда зарабатывал. То есть никогда не было минусовых... Нет, синусоида была, конечно, да, но были всплески. Взлеты и падения. Очень важно, занимаясь этим, чувствовать тренд и вовремя делать вещи. Я очень часто опережал. Я делал раньше. Я выпускал какие-то вещи, которые не понимали. Вот. Там за два года до пика трендового. Вот. И я это сделал. Это не покупают. Я вот ценил. За копейки продал. И вдруг это появилось, да. Но вовремя появилось. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть, нюхать воздух. Чувствовать. Да, чувствовать, да. Павел, раньше утекали мозги, сейчас утекают дизайнеры. И все больше и больше российских дизайнеров уезжают за рубеж. В этом году в Париж уехало огромное количество российских модельеров, потому что кажется, что во Франции продать вещи за 500 евро намного легче, чем продать платье, шикарное платье за 30 тысяч рублей в Москве. Ну, я не занимаюсь аналитикой, но думаю, что действительно так. Потому что уровень жизни выше в Европе все же, да. Зарплата выше в Европе. Я в этом смысле рассматриваю, конечно, американский рынок. Вот как наиболее перспективный, потому что там они все шопоголики. У них не было такого кризиса. Я вел переговоры с Нью-Йоркской неделей моды, кстати, но не получилось по оплате. Я, может, весной буду участвовать там. Ты планируешь развиваться и даже уходить со своими коллекциями в Америку, правильно я понимаю? И в Америку, не то что я хочу бросить Россию. А в Европе? Я буду пытаться везде продаваться, конечно. Это рынок, это важно. Скажи мне, Павел, идею голых моделей продвинул на подиум еще режиссер Роберт Ултман в своем культовом фильме 1994 года. Брэта Порте. Но до недавних пор дело ограничивалось девушками, а сейчас на подиуме появились и мужчины. Как ты относишься к голому телу мужскому на подиуме? Не только женскому. Ну, мне бы не понравилось, наверное. К женскому телу отношусь хорошо. У тебя в коллекциях тоже представлены модели полупрозрачных. Я смотрела твои показы, полупрозрачные. Там все прилично. Да, там все прилично. Но к мужскому телу тебе не нравится, ты бы не использовал. Я не знаю, где это. Для чего это? Вообще, когда в показах используют домашних животных, детей, либо танцоров. Либо какие-то другие эффектные вещи, помимо одежды, я считаю, это показатель слабости коллекции. Это отвлекает от всей коллекции, правильно? Да, это слабость коллекции. Если коллекция сильная, ничего не нужно. Хорошая музыка, какие-то эффекты минимальные сценические. Да, да. Но главное – одежда. А, предположим, мужчину в джинсах, если ты хочешь прорекламировать джинсы, выпускаешь на показ, на модель в джинсах, можно же на него одеть рубашку, а можно не одевать? Ну, можно, если это будет концептуально, в общем, вообще идея показа. Выбиваться, если не будет, то, да, в принципе, можно сделать весь показ с обнаженными торсами, да, в джинсах. Да. А если все будут одеты, и выйдет один, ну, вот, это будет выбиваться. Выбиваться из картинки. Да. Ты согласен с тем, что те задачи, которые были поставлены на неделях моды несколько лет назад, изменились? И сейчас совсем другие мотивации, идеи у недели моды? Я считаю, что на наших российских неделях моды… Ну, конечно, именно на российских. Вот с самого начала, как я участвую, и сейчас, ну, ничего не поменялось. Не поменялось. Да, это больше светская тусовка, чем бизнес-мероприятие. Если ты смотришь зарубежные показы, среди зрителей сидят люди с листами бумаги, с блокнотами, с ручками. Знаешь, что записывают, отмечают. Понравилось, не понравилось, по пятибалльной шкале. То есть, да, записывают артикулы какие-то, видимо, да. Это байеры работают, они заинтересованные люди, да. То есть, это… Ну, у нас байеров практически нет. Вот как раз вопрос к тему. Хотела спросить, почему на российских неделях моды практически не присутствуют байеров? А потому, что, скорее всего, ну, не очень носибельные одежды часто. Вот что. Я думаю, вот из-за этого, честно говоря. Ну, и сейчас кризис, еще. А хотелось бы узнать о твоих планах на будущее. Кем ты себя видишь через 5-10 лет? Ну, я буду работать в удовольствии, делать коллекции. Развиваться. Это творчество, да. Я буду развиваться. Павел, хочу попросить дать тебе совет начинающим дизайнерам. К чему нужно быть готовым? Ну, во-первых, вы должны понять, ваше это дело или нет. Ваша это профессия или нет. Вы должны прочувствовать. Потому что, я уже говорил об этом, это не всем подходит. Не каждый может быть художником или музыкантом и прочее. Модный это или нет. И вы должны понимать, что это очень трудная работа. Я сошел в передачу, как это на одном радио, в машине ехал, о французском модельере. Не помню фамилию, но это не важно. Очень известный модельер. Он уже там на пике славы. Водитель приезжал за ним домой. Вез его на работу в центре Парижа. Останавливался около работы. А он просил его сделать еще круг. И так они нарезали до 6-8 кругов, потому что он не хотел идти на эту работу. Он не хотел идти на эту работу, потому что эта работа высасывает все. Если он раньше читал книги, смотрел кино, да, кто-то видел в этой жизни, в этой работе, занявшись этим, застаться, эта работа полностью тебя. Свободного времени мало. Я хочу предупредить. Если вы будете работать серьезно, молодой дизайнер, я имею в виду. Если так, то, в принципе, и результата не будет. Как говорится, придумай себе дело для души, никогда тебе не придется работать. Ну да. Павел, что бы ты хотел пожелать зрителям телеканала «Мода»? Сложный вопрос. Ну, общие фразы, счастья, успеха и прочее. И желаю вам быть личностями, индивидуальностями. Не бойтесь выделяться из толпы. Будьте собой. Павел, большое спасибо за интересное интервью. Я получила огромное удовольствие, общаясь с тобой. И искренне хочу пожелать тебе творческой реализации, вдохновения, любви, удачи во всем. И никогда не останавливаться на достигнутом. Спасибо, Настя. Значит, тебе и вашему каналу «Мода». На этом мы заканчиваем нашу программу. Напоминаю, что в гостях у нас был дизайнер Павел Ерокин. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего самого модного и актуального. До скорой встречи.